всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами максим вячеслав сегодня у нас в гостях супер крутой проект который мы нашли и просто офигели от того насколько вы мощную штуку делаете мы уже несколько расписали в нашем телеграм канале сейчас у нас ама в рамках телеграма ребята те кто будет смотреть в телеграме переходите по ссылке в посте и будете задавать свои вопросы на них с удовольствием ответим сегодня с гостях алекс русо ты сел села русо или русо как правильно русо русо значит у нас сегодня супер крутой проект знакомьтесь криптомания ребята делают прорывную технологию конференции в мета вселенных то что на сегодняшний день нам очень нужно и востребовано пару слов о себе расскажи да ребят всем привет ну паре словах о себе люблю различные проекты такие просто сам на говорю на нескольких языках девять лет прожил в америке почти как бы сейчас вот нахожусь дубая мы делаем проект очень прикольный который объединяет ребят пока сейчас на русском языке в едином пространстве в мета вселенной такой скажем социальный проект потому что сейчас многие люди разъехались русскоговорящий по всему миру кто на бали кто в дубае кто в турции кто еще где-то и соответственно все вместе собраться нет такой возможности вот мы сейчас делаем криптовалютную конференцию которая может объединить всех ребят которые во первых разъехались и плюс всех спикеров которые также никогда бы вместе противном случае не собрались круто скажи пожалуйста ну мы видели уже предварительно как выглядит ваша мета вселенная я предлагаю сразу наверно погрузиться туда потому что это очень интересно и давай уже внутри мета вселенной будем непосредственно там разбираться как это все работает можешь открыть пока что функционал мета вселенной и мы сейчас добавим ее зашел супер вот вот смотрите ребят вот так вот это выглядит то есть это нереально круто расскажи сейчас как обычным пользователям оказаться в этой мета вселенной что им нужно сделать какое устройство нужно там виар или телефон компьютер как нам сюда да ну на самом деле все очень просто мы сделали максимально глобальную конференцию чтобы как можно большее количество людей могли сюда зайти поэтому сюда можно зайти как с компьютера там с ноутбука с компьютера так и с телефона то есть независимо от того где ты находишься можно находиться на крипто конференции на русском языке это очень круто сколько человек вмещают вот я смотрю это какой-то зал у вас сейчас сколько человек могут одновременно присутствовать в данной мета вселенной или в этом за но вот именно в этом зале у нас вмещается полторы тысячи человек одновременно ну то есть просто чтобы понимали там если кто-то не глубоко в этой теме большинство мета вселенных вмещает до 50 человек у нас вот это только зал это зал вип это зал где будут там выступать темы связанные там с обменом с дефаем с инвестиций на ранних стадиях с трейдингом соответственно здесь он смещается полторы тысячи человек вот допустим я покажу и залы еще я смотрю да да у нас три залы одновременно то есть там будут разные тематики вот бизнес-зал на смещая две тысячи человек получается он вот так выглядит здесь везде будут находиться люди которые будут находиться здесь с разных стран это можно будет здесь можно будет послушать но по сути если вкратце тогда что такое вообще это мета вселенная это получается это просто уникальный инструмент для нетворкинга которого просто раньше у нас не было то есть получается что можно сделать мета вселенная наша мета вселенная это просто инструмент это не про красивую там только картинку или там балка круто там посмотреть за эти это инструмент для нетворкинга когда ты находясь там где угодно когда ты находишься на кипре и тебе не обязательно летели в дубай чтобы с кем-то познакомиться на допустим крипто конференции особенно если на русском языке потому что она на русском языке откройте и вы померю что их просто нет и чтобы никто не отставал от прогресса прогресс не стоит да и как бы скоро все вернется на круги своя соответственно мы вот это и делаем сейчас мы находимся я так понимаю это переговорка здесь это zona нетворки когда да это получается зоны этого представьте здесь допустим там до 50 человек помещаются одновременно вот это допустим по майнингу то есть вот здесь люди сидят все которые общаются по майнингу соответственно вот представь ты сидишь за столом где-то да и там 10 человек за столом и общаться по мастерия сейчас просто нет никого вот я щас один здесь но если бы здесь были другие люди к примеру ты видишь вот за третьим стулом вот здесь там какой-то человек который но очень хорошо рассказывает на то есть ты понимаешь он профессионал а у тебя есть запрос так вот в отличие от реального мира ты можешь во первых прежде чем с кем-то начать общаться ты можешь посмотреть он такой ты можешь на него нажать вот как я нажимаю просто себе на аватарку сейчас так я почему-то не могу что же так ладно а сейчас я знаю почему сейчас я вернусь учена здесь получается когда мы находимся вот в этой в этой зоне переговорки лаунжа или там неважно мы общаемся только с теми людьми которые находятся непосредственно внутри этой зоны мы не слышим которые находятся например там выставочном зале до получается когда ты сюда попадаешь ты можешь у тебя отключается звук полностью все чаты которые у тебя были там у тебя включаются полностью спикеры и ты общаешься только с теми людьми которые сейчас находятся здесь например вот это зона и left и не здесь все люди общаются на тему NFT. И, соответственно, ты можешь нажать на любого человека, посмотреть, чем он занимается человек, посмотреть его аватарку и понять, нужно ли тебе с ним общаться или нет. Дальше ты можешь ему прямо здесь, к примеру, нажать, ты ему можешь прямо здесь набрать, написать сообщение внутри метавсценной и, соответственно, написать ему там, привет, я, допустим, нахожусь с тобой в зоне нетворкинга, я слышу, что ты в NFT разбираешься, у меня есть такой-то, какой-то запрос, давай пообщаемся. Вот, к примеру, он тебе отвечает, давай. И вы, допустим, с ним сюда выходите, тебе, чтобы пообщаться с человеком, тебе нужно кинуть ему голосовой запрос. Человеку нужно этот голосовой запрос принять, чтобы тебе непонятно кто там, ну, не, допустим, представь, ты суперпопулярный человек, чтобы там все подряд там не подходили, непонятно чего не происходило, да. То есть, соответственно, ты общаешься только с теми, с кем принимаешь, образно говоря, вот такой голосовой запрос. Запрос дружить, как в Фейсбуке, типа, разрешить общаться, да, и начинаете, типа, общаться, чатиться голосовой, ну, голосовой чат, по сути говоря, происходит. Да, да. Прикольно. Сейчас ты где находишься? Что это за пальмы? Это зона чила, отдыха? Это же вообще целый остров изначально, я так понимаю. Получается, это остров, на котором находятся у нас три зала. Вот там видно главная сцена, получается, на которой как раз выступают спикеры главной сцены. Это более общий зал. Дальше у нас есть зона VIP, зона бизнес. Это вот там, где мы только что были. Вот. Соответственно, сюда, опять же, у нас есть разные доступы. У нас есть три тарифа. Есть тариф старт. Для тех, кто хочет просто посмотреть, что такое метавселенная, посмотреть, как это работает там и все такое. У нас есть второй тариф бизнес, куда у людей плюс есть доступ в бизнес, в бизнес стейдж, в бизнес зал. И, соответственно, тариф VIP – это ты можешь во все залы заходить, у тебя полный функционал есть к метавселенной. Но я бы рекомендовал сразу брать тариф VIP, потому что все залы очень интересны, в каждом есть своя аудитория, в каждом есть люди. И, соответственно, вот тариф VIP, он у нас все включает в себя, и все можно будет посмотреть. Прикольно. А вот ребята у нас уже задают вопрос, сколько всего человек может вместить, ну, сервер, вот сколько максимум может здесь находиться людей на месте в разных локациях? Да, может находиться. Десять тысяч может находиться. Это очень круто. Десять тысяч участников, да. Скажи, пожалуйста, вот как вы поддерживаете инфраструктуру, вот это все? Это же достаточно большая нагрузка на серверную часть. Вы сами покрываете расходы. Как это вообще у вас? В чем бизнес-модель? Ну, бизнес-модель в том, что мы… Получается, у нас полномасштабная конференция. Вот то же самое, что бы было происходило на обычной конференции, мы делаем то же самое здесь, только с той разницей, что независимо для участников, нет разницы, где они находятся, то есть ты можешь находиться в любом городе, расстояние никак не имеет значения. Это первое, да. Второе в том, что ты, по сути, можешь узнать до того, как пообщаться с каким-то человеком, у которого на лбу ни у кого не написано, да, скажем так, ты можешь узнать, кто он, что он, интересно с ним пообщаться тебе или нет вообще. Есть ли у вас какие-то общие, скажем, темы. Вот, заранее. И также, скажем, это вот просто такой углубленный вариант обычной конференции, которая раньше всегда была. Поэтому мы делаем такую площадку под глобальные масштабные конференции. Сейчас мы делаем это в криптовалюте. Вот, возможно, потом мы будем делать не только в крипте, а, возможно, еще какие-то другие сферы нам сюда тоже потянутся, потому что все равно весь мир, ну, как бы сюда переходит. Конечно. Еще вопрос. Вот я смотрю, ты сейчас находишься в кафе. Какие-то, какие вот взаимодействия могут быть в рамках конференции? То есть я так понимаю, что я могу посмотреть там на карточку человека, да, и сразу понять, чем занимается человек, что он делает, в чем он эксперт. То есть здесь, получается, при создании я заполняю свой профиль, чтобы... Потому что самая большая проблема на конференциях, как мы заметили, все заняты какими-то своими делами, и вот каждому подбегать и прямо спрашивать, а чем ты занимаешься, это прикольно, занимает много времени. Как у вас реализовано вот это вот взаимодействие удобное между разными людьми? Знаешь, да, в принципе, так и сделано то, что ты можешь... Людей будет много, у нас несколько тысяч человек ожидается в нашей конференции, это 30 плюс спикеров, поэтому как бы здесь на самом деле вот кажется сначала, что здесь там, ну, что здесь делать, ну, там, ну, 10 минут, 15, тут можно там посидеть, образно говоря, ты когда сюда зайдешь, когда здесь будет вот это все количество людей, ты просто на 2 часа, там, на 3 здесь можно просто залипнуть и просто не выходить, потому что здесь настолько всего интересного, во-первых, это исследование острова, во-вторых, это люди, с которыми ты общаешься, то есть тебе надоело общаться, ты пошел в зал в один, во второй, в третий, послушал спикеров, тебе надоело слушать спикеров, ты опять там начинаешь общаться с людьми. Там, знаешь, очень прикольно еще, ты когда сидишь, допустим, да, вот ты сидишь в зале, и рядом с тобой сидят люди, и ты можешь на них нажимать, и ты можешь смотреть, чем эти люди рядом с тобой занимаются. Ну, то есть, знаешь, обычно в обычной жизни ты же не можешь этого делать, но, образно говоря, вот ты сидишь там в большом зале, там, я не знаю, 30 кресел, рядом с тобой сидят люди, ты там никак не можешь человека через одного, к примеру, узнать там, чем он занимается, да, образно говоря. А здесь, на самом деле, столько всего интересного, что можно делать. Я вот знаешь, чем больше, я, естественно, много часов провел здесь, но чем больше ты сюда заходишь, тем больше ты сюда погружаешься, тем больше интереснее и полезнее. — Сейчас Слава показывает ваш сайт, мы вывели его на экран, тоже демонстрируем нашим ребятам. Давайте поговорим немного, потому что есть уже вопросы от наших подписчиков. Вот, например, когда будет проводиться мероприятие? Во-первых, мы хотим выступить у вас на мероприятии, и мы уже об этом общались с вами. Когда будет проходить мероприятие, и кто будут спикеры уже на сегодняшний день? — Ну, мероприятие у нас будет проходить 27 ноября. Соответственно, спикеры у нас будут... Да, задача была простая. Задача была собрать топовых мировых спикеров на русском языке, которые вообще в своей жизни никогда вообще до этого не собирались вместе. — Почему? Потому что очень большое... Ну, вот где собрать? В Дубае? Ну, как бы все не в Дубае, да, тем более в одно время. Ну, где еще собрать? Там в Москве? Ну, в Москве так вообще непонятно, когда в следующий раз там народ соберется, да. И плюс даже когда народ собирался, многие там в Россию, я там не поеду, да, какие-то проекты. У нас, допустим, сейчас уже топовые ребята в своих направлениях, очень известные и блогеры, и вот, ну, каждый из тех людей, кто у нас выступает, у нас там создатели топовых коллекций различных там NFT, у нас создатели топовых проектов, создатели топовых маркетинговых команд, у нас создатели топовых крипто-СМИ, в общем, у нас вообще, в принципе, все ребята, они все топчики в своем направлении. И основной вообще, основная идея этого мероприятия была в том, чтобы люди, те, которые будут посещать, они должны мотивироваться делать правильные вещи, создавать совместные проекты, там, находить каких-то партнеров, то есть, соответственно, делать правильные вещи, потому что скоро опять начнется вот этот bullrun, и не хотелось бы, чтобы опять там люди забегали там на, там, по самой дорогой цене, потом все падало, потом опять там крипто-Скам, и все такое. Вот, хотелось бы, чтобы люди были более образованными, хотели, чтобы они мотивировались, создавали проекты, узнавали у профессионалов, как это правильно сделать. Вот поэтому, в принципе, мы это и собираем. Я смотрю, у вас цены на, ну, в рамках того, что вы делаете, у вас цены очень дешевые, я надеюсь, что они будут дороже, ну, потому что реально дешево вы делаете прям такой масс-маркет. Я хочу спросить, но одну вещь я все-таки должен попросить. Когда к нам приходят в гости в наш канал, мы обычно просим какую-то бонус-плюшку для наших подписчиков. Вы можете от себя дать, там, я не знаю, какую-то скидку эксклюзивную на это мероприятие, чтобы наша аудитория пришла, посмотрела и погрузилась в мир метавселенной? Да, я думаю, можем. Я думаю, можем. Давайте, давайте сделаем скидку, там, я не знаю, на 300 участников, которые, ну, мы ограничим просто, чтобы эта скидка не гуляла, там, по интернету. Сделаем так, там, на 300 участников, допустим, которые придут от канала про блокчейн, мы сделаем специальную скидку. Давайте, мы поговорим сколько. Я скажу, надо сказать сейчас. Ну, желательно, да. Сделать максимально, ну, давайте сделаем 20% скидку. Это будет очень мощно, ребят. А у вас будет так же, как и на всех конференциях принято, чем ближе к мероприятию, тем дороже будут билеты. Правильно? Конечно, конечно. Вот, ребят, значит, все, кто смотрят сейчас на трансляции, или все, кто будут в записи смотреть, вам надо будет, мы сделаем еще отдельный пост, у себя опубликуем, со всеми скидками, как туда получить, и чем раньше вы возьмете билет. То есть, здесь плюс заключается в том, что вам не надо покупать билет на самолет, вам не надо куда-то даже садиться в такси, ехать там куда-то на конференцию, вы просто подключились с компьютера и начали нетворкаться с топовыми человеками. Чуваками из мира крипты. Я посмотрел, у вас очень мощные спикеры. Они все будут выступать прямо внутри метавселенной. Правильно, я понимаю? Они все будут выступать, конечно, внутри метавселенной. Плюс у нас сегодня прошло, скоро тоже объявим. У нас очень интересное партнерство сегодня прошло. Чуть позже сможем объявить, но я думаю, что до мероприятия мы еще соберем мировые проекты, которые также смогут выступить у нас на русском языке. Поэтому я думаю, что это будет такого уровня, знаешь, если русскую крипту убрать, уровня блокчейн-лайф только в метавселенной, заходя из любой точки мира. Можно ли перенести своего аватара? Да, своего аватара именно на этой конференции вряд ли получится перенести, потому что надо будет их отдельно загружать. Вот. Но в следующих мы постараемся это сделать, да. Это клево. Давайте у нас еще много вопросов. Следующий вопрос. Марко Поло написал. Диалоги между собеседниками будут конфиденциальными или нет? Конечно. Там же отдельно подписывается, это куча документации, отдельно подписывается соглашение. У нас же наша метавселенная, в нее можно зайти как с компьютера, так и с телефона. С телефона это приложение. Это приложение в официальном Apple Store и Google Play. Вот. Соответственно, когда там все это подаешь, все это прописывается. Круто. Вопрос от меня, пока мы не пошли дальше. Скажи, пожалуйста, вот как, проще, но мы увидели, ты сейчас с компьютера демонстрировал то, что происходит, да, в официальном повселенной. Как это будет реализовано на мобильных устройствах? То есть это будет какой-то джойстик управления персонажем или как? Нет, это прямо, да, это суперудобно, конечно, да. Это ты его разворачиваешь, у тебя получается в горизонтальном положении твой телефон, и, соответственно, с одной стороны у тебя нарисован джойстик, ты жмешь на экране, ты бегаешь, и с другой все кромки там прыгать. В общем, на самом деле все суперпросто. Ты просто включаешь наушники, сидишь там в любом месте, где тебе удобно, и просто общаешься там с одним, со вторым, с третьим. Ну, я говорю, не знаю, я на конференции в последнее время хожу, я через два часа, я очень устаю, знаешь, она же высасывает энергию. Тут ты можешь сидеть просто часами и знакомиться с чуваками со всего мира. Ну, короче, я не знаю. Это просто надо попасть, чтобы понять. Круто. У нас финансисты пришли, значит. Какие коллаборации возможны для специалистов финансовой сферы, в частности, совмещение консультирования и применение финансовых программ? Какие у вас планы в этом направлении? И как раз-таки потом у меня будет следующий вопрос, касающийся B2B к тебе. Так. Какие коллаборации возможны для специалистов финансовой сферы? В частности, совмещение консультирования и применение финансовых программ. На самом деле вопрос не совсем понятен, конечно, что такое консультирование. Давай я расшифрую. Если есть пример. Понимаю, занимается чем-то с точки зрения… Это самореклама какая-то была только что. Вот. Типа самореклама. Могут ли прийти люди образно и продвигать там свой личный бренд в рамках вашей конференции? Давайте перефразируем. Да, конечно. Ну вот смотри, ты же когда приходишь на конференцию, там, не знаю, на любую, ты приходишь, там приходит куча людей, которые приходят от компаний каких-то. Они продвигают какие-то компании, продвигают свою компанию, продвигают свой личный бренд, там, знакомиться. Все то же самое, только круче. Вот, как бы, если вкратце. А будет у вас реализовано, я могу прийти в футболки про блокчейн, например, там, повесить на своего аватара футболку со своим логотипом? Это то же самое к вопросу, можно ли своего аватара. Именно вот на этой конфе уже не успеем. На следующей, в принципе, я думаю, можем сделать. Вот человек говорит, очень хочу у вас выступить, как и с кем дополнительно связаться. Я видел, у вас есть форма. Просто вот можно заполнить информацию по спикерству, да, и как бы команда связывается. Можно, да, можно заполнить на сайте, но, соответственно, у нас, как бы, мировая конференция, ребята все топчики, и, как бы, попасть достаточно тяжело будет. Но можно все заполнить, конечно. Круто. Давайте про B2B. У нас много кто смотрит из проектов, и мы будем скидывать это в наш чат хантеров. Как к вам попасть на конференцию в виде спонсора, допустим? Потому что вот мы проводили у себя конференцию оффлайн в Сочи. И вот как вот стенд разместить, какие варианты коллаборации для бизнеса у вас есть? Давай вот эту вот тему рассказаем. Да, у нас получается, опять же, это как обычная конференция, только круче. Соответственно, у нас также есть пакеты для бизнеса B2B. У нас, получается, есть стенды, которые полностью кликабельные, которые полностью делаются под спонсора, в которых постоянно крутится реклама спонсора, в которых когда-то на них заходишь. Это тоже отдельный такой voice chat, где все люди, которые туда попадают, там стоит стойка. И, соответственно, там стоит менеджер какого-либо спонсора стойка и консультирует людей, которые туда приходят. То есть это, в принципе, первое, как на любой конференции. И второе у нас есть, у нас осталось там два здания. Получается, здание полностью брендированное под спонсора, в котором можно сделать, в принципе, все, что может придумать фантазия. В этом большой плюс метавселенной, потому что мы можем там разместить, мы можем разместить там большого, не знаю, не знаю, большой асик посредине такого с водяным охлаждением, который будет там выглядеть, или супер какую-то атомную электростанцию, или все что угодно. Короче, в принципе, мы можем это сделать достаточно быстро, есть там несложная логика. Очень прикольное решение. У нас даже есть знакомый топовый проект, который может захотеть сделать прямо огромное здание на территории вашей, чтобы туда приходили люди. Я думаю, это будет интересно. Отдельно об этом поговорим. Поехали дальше по вопросам. У нас есть еще время у тебя, Алекс, уделить вопрос? Да, есть, есть, конечно. Ребят, поехали дальше. Топ-5 метавселенных от тебя, помимо того, что вы реализовываете. Что ты видел такого интересного, что тебя триггернуло? Топ-5. Ну, самая, конечно, самая крутая вообще, которая может быть, это метаплейс и криптомания. Ну, соответственно, это вообще топ. Top of the top. Вот. Из тех, которые, знаете как, из тех, которые другие, есть Decentraland, Sandbox, Триггернула, было... Знаете, все те метавселенные, которые есть, просто я вам скажу так. Так, большинство известных метавселенных, они не рабочие. Вот очень крутая была метавселенная Blackfolio. Вот. Очень крутой был заход у них. Там, по-моему, даже Binance вроде выкупил у них там этаж какой-то и так далее. Но сейчас ничего от них не слышно, они никак не двигаются, продукта рабочего ни у кого нет. И, соответственно, даже ничего по этому поводу сказать не могу. Поэтому мы, допустим, мы пошли по другой модели. Мы не привлекаем никакие... Мы не продаем никакие токены. Мы не привлекаем никакие инвестиции. Мы, соответственно, делаем продукт рабочий, которым люди могут пользоваться. А уже когда будет прям аудитория, когда будет рабочий продукт, когда люди получат кучу ценностей, уже дальше там будем смотреть, что с этим делается. Круто. У нас, я предлагаю еще, у нас много вопросов сейчас в прямом эфире, но точно будут вопросы еще, когда мы это видео планируем выложить в записи у нас на основном канале. Я предлагаю то, что со скидкой понятно, это крутой бонус. Еще раз повторю, что вы по скидочке в посте и под этим видео, когда будете смотреть, сможете получить 20% скидку на билеты. Это будет лимитированное предложение на 300 человек. Я предлагаю потом еще выбрать парочку победителей в комментариях, которые люди просто будут писать уже смотря это видео. Мы сможем какую штуку реализовать тоже? Какой-то, я не знаю, там бонус или может быть билеты разыграть, что-нибудь такое. Да, я думаю, можем разыграть. Да, давайте, но почему нет? Можем разыграть билеты. На самом деле хочется, чтобы люди попробовали это. Нам на самом деле это выгодно. То есть хочется, чтобы люди попробовали, люди посмотрели, как это работает. И когда посмотришь, как это работает, вопросов уже не будет никаких. В общем, это супер круто. Я предлагаю, когда это видео выйдет, мы дадим людям несколько дней, чтобы они позадавали вопросы. И за самые интересные вопросы, на которые мы ответим в комментариях, мы отправим там три билета на ваше мероприятие бесплатно. Мы их выберем. Да, отлично. Все круто. Вип-билеты, конечно. Супер. А, еще и вип-билеты. Ребят, ну тут надо будет точно поднапрячься. В стихах вопросы задавать. Влад задает вам вопрос. Тестировались ли они на глюки, ваша платформа? Не ляжет ли при нагрузке она и когда много людей подключится? Как стресс-тест делали? Конечно, да, делали. Проводилось уже там и мероприятие на несколько тысяч человек. И постоянно тестируется, конечно. Поэтому лечь не должно. Следующий вопрос. Что будет после мероприятия? Ну все же любят автопати. Что у вас запланировано? Это предложение. Он в два написал. Что будет после мероприятия? Какая коммуникация между участниками будет только в Телеграме? Или что-то связанное с Местовселенной? То есть как это все дальше вообще продлится? Мы посмотрим. Я думаю, что у нас сейчас есть много предложений на самом деле, что можно с этим делать. Мы, возможно, сделаем что-то, нечто криптоклуба, где люди могли бы встречаться, скажем, по определенным дням там будут проходить семинары. Люди смогут там встречаться, заходить, к примеру, по NFT или просто там какой-то будет у них вход. И, соответственно, возможно, мы сделаем небольшое комьюнити, чтобы эти люди могли продолжить общение, те, кто познакомился в Метавселенной и, допустим, находятся там, кто в Майами, а кто в Дубае. Хлеба можно там купить? Такой вопрос. Да, можно и булку. Можно и булку купить, конечно. Следующий вопрос интересный. Марка Пола сегодня жжет. Будут ли кошельки внутри вашей Метавселенной? Может быть, кто-то захочет что-то кому-то отправить, я не знаю, или купить, или, может, какую-то сделку реализовать. Будете что-то такое делать? Да, мы планируем это сделать. Опять же, мы не успеем сделать именно на этой конференции, потому что это все занимает большое время. Но в дальнейшем, да, планируем это реализовать. Очень круто. Так, по-другому, что у нас тут еще? По вопросам что-то выхватить. Вот. Ну вот, все равно, человек, видимо, хочет попасть к вам B2B, бизнес, прямо сразу купить место. Чтобы выступить, я так понимаю, на вашей конференции, вы задавайте девушке вопрос, как оно есть. Может ли спикер за деньги выступить на вашей конференции? У вас поддерживается такая бизнес-модель или только стенд? Да, знаете, в принципе, у нас такой модели не было. Об этом стоит задуматься. Но просто за деньги, если это прямо там никакой спикер, то нельзя будет выступить. Опять же, если этот спикер чем-то хотя бы интересен, можно пообщаться. Но просто за деньги, если нечего сказать по нашей теме, нельзя будет. Окей. Вот тогда по-другому. Перефразируем. Может ли человек в рамках вашей метавселенной сделать себе или арендовать, типа, как место в офисе, в переговорке, вот что-то такие, какие-то вещи? Вы будете дальше развивать эту историю? Да, вот я же сказал, мы планируем проводить. У нас какое конкурентное преимущество? Мы можем проводить мероприятия на тысячи человек. Просто это могут делать единицы проектов в мире. То есть, если вы вот копнете чуть-чуть, начнете искать это, вы поймете, что такое может сделать просто единицы. В метавселенной зайдите, куча других решений, типа, там, спейшл или что-то такого, где вы можете сидеть, к вам может кто-то зайти в эту метавселенную, и вот можете пообщаться. У нас же просто чуть другое конкурентное преимущество. Мы можем делать то, что не может делать практически никто другой. Ну, вот она написала, действительно, верно. У нее задача такая, арендовать, типа, как коворкинг в метавселенной, куда смогут приходить, по сути говоря, клиенты и так далее. Сколько приблизительно ушло денег на создание площадки вашей? Сколько вы уже сожгли? Burn rate у нас. Ну, скажем, достаточно большую сумму, но это еще не закончено. Поэтому как закончится, так скажем. Это не предел еще, да? Сколько можно еще? Не предел, да. Круто. Ну, мы полчаса в эфире. Если у тебя есть, Алекс, что добавить, ты можешь добавить от себя. А остальные вопросы мы оставим для нашего комьюнити, которая будет смотреть уже непосредственно в записи. Тоже выбирать будем из крупных вопросов и потом дополнительно ответим. Да, отлично. Давайте уже хочется послушать, какие вопросы еще будут. Спасибо. Ребята, действительно, прикольную историю ребята сделали, потому что сейчас в наше время, к сожалению, проводить оффлайн мероприятия все сложнее. Мы сами знаем, мы ходим по мероприятиям, мы видим, что меньше людей собирается оффлайн, поэтому приходите на конференцию. Мы еще будем делать дополнительные посты ближе к мероприятию, но вы уже сейчас можете со скидкой 20% взять билеты, мы там будем выступать. И еще огромное количество интересных спикеров тоже будет у ребят. Все. А на этом я предлагаю финалить. Алекс, ты еще не уходи, мы с тобой поговорим. Всем спасибо, ребята. Пока. Увидимся в комментариях. Всем пока.